Василий Макарович Шукшин. Рассказ Ванька Тепляшин. Ванька Тепляшин лежал у себя в сельской больнице с язвой и двенадцатиперстной кишки. Лежал себе и лежал. И приехал в больницу какой-то человек из районного города. Ваньку вызвал к себе врач, они с тем человеком крутили Ваньку, мяли, давили на живот, хлопали по спине, поговорили о чем-то между собой и сказали Ваньке. Поедешь в городскую больницу? Зачем? Не понял Ванька. Лежать? Так же лежать, как здесь лежишь. Вот Сергей Николаевич лечить будет. Ванька согласился. Горьбольницы его устроили хорошо. Его там стали называть тематический больной. А где тематический больной-то? Спрашивала сестра. Курит, наверное, в уборной? Отвечали соседи Ванькины. Где же еще? Опять курит? Что с ним делать с этим тематическим? Ваньке что-то не очень нравилось в горьбольнице. Все рассказал соседям по палате, что с ним случилось в жизни. Как у него в прошлом году шоферские права хотели отнять, как один раз тонул с машиной. Лед впереди уже. А так отгорбатится. Горькой. Я открыл дверцу, придавил газку. Вдруг фриз поехал. Ванька, когда рассказывает, торопится, размахивает руками, перескакивает с одного на другое. Ну, поехал. Натурально, как с горки. Вода хлобысь мне в ветровое стекло, а дверку льдины шваркнуло и заклинило. И я натурально иду ко дну, а дверку не могу открыть, а сам уже плаваю в кабине. Тогда я другую нашарил, вылез из кабины-то и начинаю осматриваться. Ты прям как это, как в баню попал. Вылез, начинай осматриваться. Меч, Варита. Да. Ванька на своей кровати выпучил честные глаза. Я вру? Некоторое время он даже слов больше не находил. Хот. Да ты что? Как же я врать стану? Хот. И верно. Посмотришь на Ваньку, и понятно станет, что он, пожалуй, и врать-то не умеет. Это ведь тоже уметь надо. Ну, ну, дальше, Вань. Не обращай внимания. Я, значит, смотрю вверх, вижу. Дыра такая голубая, куда это я провалился. Я туда погреб. Да сколько же ты под водой-то был? А я откуда знаю? Я восьми долго. Это я рассказываю долго. Да еще перебивают. Ну, ну. Ну, вылез. Ко мне уже бегут. Завели в первую избу. Сразу водки? Один колонну сфера оттерли. Я целую неделю потом красной гвоздикой вонял. Потом уже за водкой сбегали. Ванька и не заметил, как наладился тосковать. Стоял часами у окна, смотрел, как живет чужая его уму и сердцу улица. Странно живет. Шумит, кричит. А никто друг друга не слышит. Все торопится. Но от того, что сверху все люди одинаковы, кажется, что они никуда не убегают. Какой-то загадочный бег на месте. И Ванька скоро привык скользить склядом по улице, по людям, по машинам. И все пройдет над ламовой стали какая-нибудь фифочка в короткой юбке. Ванька проводит ее всклядом. А так все одинаково. К Ваньке подступила тоска. Он чувствовал себя одиноко. И каково же было его удивление, радость, когда он в этом мире внизу вдруг увидел свою мать. Пробирается через улицу, оглядывается, боится. Ах, родная ты, родная. Вот догадалась-то. Мама идет! Закричал он всем в палате радостно. Так это было неожиданно. Так она вольно вскрикнула радость человеческая, что все засмеялись. Где? Где, Ваня? Да вон! Вон, с сумкой-то! Ванька свесился с подоконника и закричал. Мам! Да иди, встреть ее внизу! Сказали Ваньке. А то ее еще не пропустят. Сегодня неприемный день-то. Да пустят. Скажет, из деревни. Гадать стали. Пустят. Если этот стоит, худой такой, с красными глазами, этот срод не пустят. Ванька побежал вниз. А мать уже стояла возле этого худого с красными глазами, просила его. Красноглазый даже и не слушал ее. Это ко мне! Издали еще сказал Ванька. Это моя мать! В среду, в субботу, в воскресенье! Деревянно прокуковал Красноглазый. Мать тоже обрадовалась, увидев Ваньку. Даже и пошла была навстречу ему, но этот Красноглазый придержал ее. Назад! Да ко мне она! Закричал Ванька. Ты что? В среду, в субботу, в воскресенье! Опять трижда отстукал этот вахтер, что ли, как их там называют. Да не знала я! Взмолилась мать. Из деревни я! Не знал я, товарищ! Мне вот посидеть им где-нибудь, маленько хоть! Ваньку впервые поразило. Он обратил внимание, какой у матери сразу сделался жалкий голос. Даже какой-то заученно жалкий, привычно жалкий. И как она сразу перескочила на этот голос. И Ваньке стало стыдно, что мать так униженно просит. Он велел ей молчать. Помолчи, мам! Да я вот объясняю товарищу, чего же? Помолчи! Опять велел Ванька. Товарищ! Вежливо и с достоинством обратился он к вахтеру. Но вахтер даже не посмотрел в его сторону. Товарищ! Повысил голос Ванька. Я к вам обращаюсь. Вань! Вань! Предостерегающе сказала мать, зная про сына, что он ни с того, ни с сего может соскочить за рубки. Красноглазый, все безучастно, смотрел в сторону, словно никого рядом не было, и его не просили сзади и спереди. Пойдем, вон там посидим. Изо всех сил спокойно сказал Ванька матери и показал на скамеечку за вахтером. И пошел мимо него. Назад! Как-то даже брезгливо сказал тот и хотел развернуть Ваньку за рукав. Ванька точно ждал этого. Только Красноглазый коснулся его. Ванька движением руки вверх резко отстранил руку вахтера и бледнее уже, но еще спокойно сказал матери. Вот сюда вот, на эту вот скамеечку. Ну и дальше тоже ждал Ванька. Ждал, что Красноглазый схватит его сзади. И Красноглазый схватил за воротник Ванькиной полосатой пижамы и больно дернул. Ванька поймал его руку и так сдавил, что Красноглазый рот скривил. «Еще раз замечу, что ты свои руки будешь распускать», заговорил Ванька ему в лицо негромко, но сразу находя веские слова. «Я тебе, я буду иметь с вами очень серьезный разговор». «Вань!» Чуть не за слезами взболилась мать. «Господи, господи!» «Садись!» Велел Ванька чуть осевшим голосом. «Садись вот сюда!» «Рассказывай, как там?» Красноглазый на какое-то короткое время оторопел, потом пришел в движение и подал громкий голос тревоги. «Стегнеев!» «Лизавета Сергеевна!» Закричал он. «Ко мне!» «Тут произвол!» И он, растопырив руки, как если бы надо было ловить буйно помеженого, пошел на Ваньку. Но Ванька сидел на месте, и только весь напружинился и смотрел снизу на Красноглазого. И взгляд этот остановил Красноглазого. Он оглянулся, он оглянулся и опять закричал «Стегнеев!» Из боковой комнаты, из двери выскочил квадратный Евстегнеев в белом халате с булочкой в руке. «А?» Спросил он, не понимая, где тут произвол, какой произвол. «Ко мне!» Закричал Красноглазый. И, растопырив руки, стал падать на Ваньку. Ванька принял его. Актер отлетел назад. Но тут же Евстегнеев увидел произвол и бросился на Ваньку. Ваньку им не удалось цапать. Он не убегал, но не давал себя схватить, хоть этот Евстегнеев был мужик крепкий. И старались они с Красноглазым во всю силу, а Ванька еще стерекся, чтобы поменьше летели студии тумбочки. Но все равно тумбочка вахтерская полетела, из нее полетел графин и раскололся. Крик, шум поднялся. Набежало белых халатов, прибежал Сергей Николаевич, врач Ванькин. Красноглазовый Евстегнеева еле-еле уняли. Сергей Николаевич повел. Он очень расстроился. Ну, как же так, Иван? Ванька, напротив, очень даже успокоился. Он понял, что сейчас он поедет домой. Он даже наказал матери, чтобы она подождала его. Накуй черт ты связался-то с ним. Никак не мог понять молодой Сергей Николаевич. Ванька очень уважал этого доктора. Он мать не пустил. Да сказал бы мне, я бы все сделал. Иди в палату, я ее приведу. Не надо, мы сейчас домой поедем. Как домой? Ты что? Но Ванька проявил непонятную ему самому непреклонность. Он потому и успокоился-то, что собрался домой. Сергей Николаевич стал его уговаривать в своем кабинетике. Сказал даже так. Пусть твоя мама поживет, пока у меня. Дня три. Сколько хочет. У меня есть где пожить. Мы же не довели дело до конца. Понимаешь? Ты просто меня подводишь. Не обращай внимания на этих дураков. Что с ними сделаешь? А мама будет приходить к тебе. Нет, сказал Ванька. Ему вспомнилось, как мать унижена просила этого красноглазого. Нет. Что вы? Ну, я же не выпьешь у тебя. Я из окна выпрыгну. В пижаме убегу ночью. Ну, огорченно сказал Сергей Николаевич. Заря ты. Заря ты. Сергей Николаевич все же расстроился. Ваня Николаевич. Что ты хочешь поправить? Еще взять внизу свою одежду. Одежду выдавал как раз этот Евстегдеев. Он совсем не зло посмотрел на Ваньку и, к сожалению, даже сказал. Выгнали? Ну, вот. А когда выдавал одежду, склонился к Ваньке и сказал негромко, запоздалым укором. Ты бы ему копеек пятьдесят дал и все. Никакого шума не было бы. Молодежь, молодежь. Неужели трудно догадаться? Надо человеком быть, а не сшибать полтиники. Опять важно сказал Ванька. Но здесь в подвале среди множества вешалок в нафталиновом душном облаке слова эти не вышли торжественными. Евстегдеев не обратил на них внимания. Ботинки эти твои? Мои. Не долечился и едешь. Дома долечусь. Дома. Дома долечиться. Будь здоров, Иван Петров, сказал Ванька. Сам будь здоров. Попросил бы врача-то, может, оставят. Зря связался с этим дураком-то. Ванька не стал ничего объяснять Евстегдееву, а поспешил к матери, которая, небось, сидит возле Красноглазого и плачет. И так и было. Мать сидела на скамеечке за вахтером и вытирала полушалком слезы. Красноглазый стоял возле своей тумбочки, смотрел в коридор, на прострел. Стоял прямо, как палка. У Ваньки даже сердце заколотилось от волнения, когда он увидел его. Он даже шаг замедлил. Хотел напоследок что-нибудь сказать ему, покрепче. Но никак не находил нужное. Будь здоров, сказал Ванька. Загогулино. Разноглазым моргнул от неожиданности, но головы не повернул. Все смотрел вдоль своей вахты. Ванька взял материну сумку, и они пошли вон из хваленой-прихваленной горбольницы, где, по слухам, чуть ли не рак вылечивают. Не плачь, сказал Ванька матери. Чего ты? Нигде ты, сынок, как ты не можешь закрепиться, сказала мать свою горькую думу. И вызовут тогда тоже. Да ладно. Вались они со своими в ФЗУ. Еще тебе одно скажу. Не проси так никого, как давеча этого красношарова просила. Никогда никого не проси. Ясно? Много так сделаешь, не просить-то. Ну, и так тоже нельзя. Слушать стыдно. Стыдно ему. Мне вон сейчас гумашки собирать на пенсию. Побегай-ка за имя. Да не попроси. Много сберешь? Ладно, ладно. Мать никогда не переговорить. Как там дома-то? Ничего. У себя-то будешь налешивать? Та-а-а, не знаю, сказал Ванька. Мне уже лучше. Через некоторое время они сели у вокзала, в автобус и поехали домой. Василий Макарович Шукшин, Ванька Тепляшин, читал Джахангир Абдулаев, 30 августа 2023 год. До последствия? Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...